Гутен Морген! Он дались сзамен! Гутен Морген! Всем привет! Так, утро следующего дня. Чем мы занимаемся? Вытаскиваем утопленника. Он как бы подразумок, вроде даже нормально. Сейчас мы сделаем следующее. Теперь вот это все надо продуть и все как бы готово. Теперь он валить будет на ура. Я вот думаю, я иголку не на это вверх ее не замачивал, там просто пошкребать надо. А так, ну, все само собой подоткисло. Ну, чутка откисло. Ее наждачком взять мелким. Или скотч брать ему подрать, да. Короче, реанимировали Девика. Сегодня будем грунтовать. Покажем, что он гораздо лучше себя чувствует, чем на первом слое на капоте. Ничего ж, блин, сложно. Я удивляюсь всем людям, которые этого не делал. Все, ствол чистый, сухой. То есть в нем я не оставляю ничего. Он вот так вот и должен находиться. Вот его стволы, да, человека, который работает, вот он их оставляет сухими и, в принципе, ну так, более или менее чистыми, да. Берем следующий ствол. Общественный. Вот гляньте на него. Он уже тоже, да, сухой. То есть его, походу, даже не промыли. Его просто вот так и оставили. Вон там слезка стекает вот из пистолета. Поражает такое отношение к инструменту. Высшим, блин, работаете. Ну, он хоть и общественный, да, он подубитый, но он должен быть чистым. После мытья стволов я, допустим, не сторонник того, чтобы в них оставлять растворитель, чтобы он там стоял. Вымыли, продули, собрали, повесили на место. Занимает там 10 минут. Это вообще в общем, в общем, берешь в руки, приятно работать. Так, идем смотреть, что там делает Александр. Александр. А сегодня у нас по плану объем хороший. Сегодня у нас по плану загрунтовать кузов. Я сейчас буду заниматься пластиком. Сейчас мы вот это вот, вот так вот кладем на стол и будем это все, вот это все благополучно удирать. Вон оно, ну это ж капец. А кто-то мазал его, да? Правильно. Видишь трещину? Возьми замажь. Ноздрюй себе, сука, дебил, замажь. Финишкой своей. Возьмем 150-ку. Хотя давайте так, попробуем с 240, как пойдет. Если будет хреново, потому что наждак говно, то возьму 150. Но 150 тоже, чесать особо пластик, поднимать волос на нем, я не любитель такого дела. А Саша пока добивает кузов, он его мотует под грунт, грунтоваться будет целиком. Все, потому что такие, там скол, там шкряпка, там протир. Короче, пойдет под грунт, все. Дверь была целая, да? Казалось бы. Ну, целая, но в сколах. Вот, пожалуйста. А был бы нормальный наждак, смотри, да металл от нахрен. Все бы не парили бы. Вообще. Так, капот. Инфракрасную сушку включили на максимум. Загадали погоду безоблачную. И вот, короче. О, температура уже градусов так 45 примерно. Ну, вот так он полежит до... до сколько? Да до вечера, наверное, он полежит. Да, пока солнце светит, так и полежит. И тогда точно никаких усадов не будет. Все, берем наждачину в руки. Пылесос обалденнейший. У ребят очень хорошая подставка была, я так понимаю, долгие годы, потому что вот такой слой пыли, который я с него сдул, меня просто поразил. То есть чуваки трут вручную, с водой. Им пылесос как бы не нужен. Люди некоторые молятся на такие вещи, а у некоторых он просто стоит в углу, вот так вот заваленный говном. Поразительно. Вперед, поехали. Ставим ротекс в адовый режим. Наждак бэушненький. Попробуем. Моя задача разодрать там, где именно трещины, потому что там, где трещины не пошли за это время, пока машину туда-сюда таскали, расчищать смысла вообще нет никакого. Но там, где трещины, это 50% бампера. Ага, надо же пылесос в розетку, наверное, включить. Ага, все понятно. Тут шпатлевка. Тут трещины не просто так. А трещины, потому что есть финишка, универсалка, есть стекловолокно, тут есть все. Это, сука, вот это тот случай, когда я на расширителях говорил. Люди, ну, одумайтесь. В аду вам всем горит за этим. Это чем? Есть по пластику шпаку? Возьми и наваривай. А там внизу, знаешь, что я тебе скажу? А там ничего внизу. Я сейчас чищу, и там будет ровно. Ровно, но максимум можно наждаком будет. Да, да, добить, да. А ты прекрати шпатлевку, ублизишь тебя, как у Хитлера, белый усыток. Как дал, как дал. Я понял. Сейчас посмотрим, что же тут внизу. Так, давай еще загадку раскроем для себя. Изнутри ничего не паянное. А, знаешь, где подпаянное? Вот тут поворот порванный. Ну, поворот, то есть вот тут ничего не тронуто. То есть подпаян поворот. Ну, есть у них, да, тут проблема, его пока разбирают, рвут. Вот, видишь, чуть-чуть. Блин, ну наждак говно. Все, он уже не трет. Да, есть кривизна, ее можно феном погреть, подровнять, наждаком выдрать. Поэтому я сейчас беру 150-ку. 240 нам не актуально сейчас уже стало. То есть, что мы имеем? Мы имеем абсолютно в этой части целый пластик в плане целостности поверхности. Но есть небольшая шишка, как бы, вот здесь, вот ореолом. То есть тут приямочек получается. Изнутри, показываю, изнутри бампер целый. То есть подпаяно вот тут ушко, которое, вот, видно, шпакло рвется. Ну, это тоже сейчас будем поправлять. Так, в общем, бампер весь целый. Зачем? Спрашивается, там было шпаклевать. Сейчас возьмем фен, погреем вот здесь вот 5-7 минут его погоняем, чуть подправим, вычешем наждаком. Пластик имеет толщину, ну, минимум 4 миллиметра. На этой толщине можно его гонять туда-сюда, сколько душе твоей будет угодно. Тем более, что тут линии узкие, плоскости не идеально ровные. Они переливающиеся. На этом бампере, даже если будет малейший какой-то перелив, его не увидеть. А прикол в том, что перелив будет, потому что мы готовим бампер лежа так, когда мы его ставим, у него где-то форма надувается, там, расширяется, оттягивается и так далее. То есть перелив, он все равно будет идти. Но главная задача сделать его максимально плавным, то есть без резких какой-то канавы. Это все делается феном, прогрели, потом машинкой счесали, там, бурсочком подправили, именно пластик, толщину пластика, и все. Мы получаем бампер, который в жизни не сможет дать вот такой вот сетки, потому что на нем просто нету того материала, который может так потрескаться. Сейчас я все разрабатываю машинкой, потом работаем с феном. Я вам покажу магию. Вот это все, вот это все. Я вычесал машинкой, 150-кой, минут за 10, ну, может, 15, ладно, возьмем так с запасиком. То есть там, где были явно видны трещины, и можно достать машинкой, все сделано. Вот это вот торцы, вычесаны машинкой, куда она подлазит. Здесь торец, где проварено, это все машинкой, уже закруглено. И реальность того, что надо сделать, это изнутри переварить вот эту штуку и снаружи ее еще поправить. И, в принципе, тут даже шпатлевать нечего. То есть все выводится на пластике, без как таковой даже шпатлевки. Работать по минимуму, результат будет по максимуму. Теперь, конечно, вручную придется дочесать. А тут, куда уходят трещины, то есть вовнутрь в канавы. Ну и тут вручную поработать, сюда машинка просто физически не влазит. Все, остальное перемотовываем, весь грунт и снимать не буду. Ну, глупая затея, не та как бы работа, чтобы этим заниматься. И феном, да, вот сейчас феном еще погреет. Будем продолжать. Я вам сейчас тут моментус покажу. Хотел я тут все заварить. Плоскость уже выровнял. Показывать не стал, потому что показывать нечего. Феном погрел, ладошки подавил. Дали мне вот такие вот вещи и пудру. Ну, это типа суперклей, а это пудра, которая типа при соприкосновении с этим клеем превращается в жидкий пластик, который потом затвердевает. А, еще пилочку, специально обученная пилочка. Так вот, вот эту вот трещину, которая вовнутрь, я хотел заварить. Варить просто нечем, поэтому двухкомпонентные гмекелями, когда работаешь, все равно так же делаешь разделку кромок. То есть шов раскрываешь, ну, там, правда, по двухкомпонентной раскрываешь хорошо, миллиметр на три, на четыре. Тут мне, ребята, сказали, просто вот этой, сделаешь запил с двух сторон. Ну, я вас там чуть толкаю, извините. То есть распиливаешь, с лицевой стороны прольешь чуть-чуть, а со спины там два-три захода слоя сделаешь. Попробуем. Говорят, хорошо очень держит, и через примерно час хорошо точится. Поэтому растачиваем, делаем такой пазик, который можно залить. И сейчас будем его ставить полувертикально, потом полулежа, чтобы с обратной стороны заливать. Позаливать. Робуем ознажиривание. Зныщиваем жиры. И вот так вот еще. Опа-хопа. И пускай у нас оно чуть остывает. Дальше будем пробовать. Мне самому интересно эта шляпа, что она себе представляет, и как она работает. Так, мы обжижерили, пробуем. Тут бы тебе, суку, попробовать. А ну, переставь камеру так, чтобы было видать. Так, я сейчас сначала со спины промочу. По запаху это тот же суперклей. Фен, да мы не употребляем. Не, я уже не нужен, спасибо. Так, ну, да, суперклей. То есть полностью супер-супер-супер клей. Все нормально, суперклей. Интересно очень, как он держит. У нас тут есть образец один на уголочке внизу. Мы там сделали. И проверим, как он держит. Знаете, вот этот рецепт из лайфхаков суперклея. Сука. А он все нормально. Не, я нормально не говорю. Из лайфхаков суперклея. Это сода и суперклей. Вот оно, это. Вот это вот. Только наклеили, конечно, красивые наклейки тут. Все типа круто. Все дела. На самом деле, сейчас проверим на том кусочке, вот на том, как оно держит. Потому что, как по мне, так это какая-то шляпа. Будь здоров, браво. Та вытрем-то не. Это не есть проблема, как будто все равно тут еще наждачить. Видать что-то, да? Пилочкой, пацаны там говорит, пилят. Шпилер. Та прикиньте, сейчас реально мы там мучаемся, типа, варим, варим. А тут херак. Схема рабочая. И вот эта слеза даже не выстрелится. Ну, даем чуть-чуть просыхать, как бы остывать, чтобы не перегреть самое главное. Цена хрила. Все. А наклейку тут какой-то powerplast. Ну, ни хера себе. В черниги там наливают. В эти баночки клеят эти powerplast. Людям суперклей за 0,30 центов продают. Как, Вася, мы изобрели схему такую суперрабочую. Детской присыпкой посыпаем. Знаешь, что я предлагаю? Давай с этой стороны. Сейчас, ну, на вот этом тестовом с двух сторон. Оставим на час. Короче, мы оставляем вот это на час, пусть она высыхает. А сейчас пока тестовый тоже, доклеим со второй стороны и потом полагаем чуть позже. Так, ну, займемся бамперами. Я там пока пороги вычиснул. Кстати, вот жаль, что не стал показывать вам порог. А тут порог. Я его грел. Видно, насколько сильно, во-первых, перегревал, чтобы можно было давануть изнутри. А вот так он выглядит снаружи. Ни шпатлевки, ничего нету. Вот тут вот была одна рисочка, которая уже как бы глубокенькая. Я его там клеем заклеил, в порошка сыпанул и потом счистил. Все ровно, шпатлевать, ничего не надо, все готово под грунт. Теперь занимаемся бампером. Вот тут мы делали экспериментальную вот эту точку. И, ну, изнутри я насыпал хорошо. Отклеилась от вот этой поверхности, потому что там, ну, не зачищена, только обезжирена. Но в общем и в целом, вот рядом видно надрез какой-то, по ушку идет. Вот он гуляет, а так держится. И вот так держится. Я, конечно, без фанатизма давлю. То есть не до усера. Если до усера давить, ну, по-любому порвем. Но в таком случае этот ремонт, ну, блин, просто офигенный. Минимум времени потрачено. Максимум результата. Ну, я уверен, что тут тоже тогда все будет держаться. Я тут не буду экспериментировать. Ничего давить. Я сейчас просто вычищу. Посмотрим, как оно зачищается. Начну, наверное, соточки пильну. Ну, короче, покажу, что там получится. Расскажу в каком этапе. Потому что ни хрена не видно, что там показывает. Не то, не то случай. Сейчас будем готовить. Сначала оттуда начнем. А потом 220-точкой. Есть вот такой SunMite 220 на мягкой. Более-менее терпимый. Пройдемся все остальное, доработаем. А там, где я работал 150-ки на машинке, я обязательно пройду 220-240. Что там есть, смотря. 220 или 240 у нас есть. Тружочки. Вот ими пройдусь по 150-ке, чтобы сбить с пластика вот эту поднятую ворсу. Потому что если вот эту ворсу загрунтовать, она вот так и будет из грунта торчать некрасиво. Ну, что я могу сказать по этой процедуре? Я еще вот тут вот видно, где выступает как бы сварка. Это я доливал тут точку. Получается очень хорошо. Чесанул соткой, чисанул 150-кой, дочесал 220-кой. Да, ресад, конечно, крупный еще просматривается внутри. Но, тем не менее, все, ну, то есть, это зальется все грунтом. Остальное доработал. В общем, вот эта вот схема. Санек трудится. Вот эта схема, как бы, ну, мне понравилось, как она работает. Вопрос, конечно, как оно в дальнейшем будет себя показывать. Но пока что, пока я перетирал, все нормально. Очень просто удобно тем, что не надо никаких приспособлений иметь. Закончили мы на том, что мы пластик там чухандели, с клеем определяли. С клеем, кстати, понравился. В общем, пока что на данный момент по кузову автомобиля. Кузов, казалось, был целым. Но он бы был целым, кроме передних крыльев. А получается, что из всего целого дверь водительская более-менее осталась без протира. Все остальное... От дуба сели в протиры. А тут вообще просто, да, мрак. Хоп. Такой ягуар. Вот такие вот протиры, растиры, это все сколы были на дверях. Причем двери, как ни странно, вот эта дверь ремонтировалась пятном. А это все заводское. И вот заводское больше всего протерто. Крылья подведены как-то примерно, потому что вам сказали, болты не трогать, не откручивать, иначе оно отстрельнет, и потом все. Вилы, грабли, и опять все по-новой. Выводили капот, примерили, закрыли там, что-то нарисовали более-менее. На этом и закончили. Помещение. Вымыли, обдули машину, обдули. Саня там все не успокоится. Херачит все там, трет. Не может натереться перед грунтованием. Я, главное, все, обтер, обдул, а он тут давай опять напылил. Задача. Ох ты ж негодяйцы. Обезжирить все сейчас. Потом оклеить, еще раз обезжирить. Вот там за стеклом. Там, видишь, что-нибудь. Вот там вот лежат уже мои готовые бампера с порогами. А Серега трет пыль ко мне. Ну, это такое. Проемы пока не трогаем. Проемы я завтра буду прокрашивать, там подгрунтовывать, прокрашивать, делать все это дело сразу. Обезжириваемся для того, чтобы у нас везде прилип скотч, где нам это нужно и где не нужно, тоже, чтобы он прилип. Заворачиваться будем в большинстве бумагой, поскольку она есть, правильно? Да. Вот. И потом еще раз будем обезжириться. Продолжение следует... Итак, в каком процессе мы находимся? Мы находимся в процессе, что я закончил заворачиваться. У меня как бы все гуд, бенч, даже, ну, фонарик все сделал. Глушитель не замотал я. Ну, то такое, да, пусть пока так побудет. Санек, как будто он только подошел в машине. Саша, ты меня позоришь. Ну, как так, ептать, я год не... Ну, как? Он не мог. А, у нас новый стол, да, для бумаги. Саня, ну, я 8 месяцев не работаю. 8. Ты день в день херачишь, что ты сделал, я вообще не пойму. А реально, давай посмотрим, смотри. Ты заклеил за это время стекло, крышу. Ты даже заднее не заклеил. Это раз. Вот эту форточку. Ну, у меня других слов нет. Не включай сифона сейчас. Ну, я не спорю, у тебя работы больше, у тебя лючок еще есть. Ну, не на такой же степени. Работали мы с ним параллельно, как бы. Ну, ладно. Реально, ты, да, ладно, ты два раза отошел по телефону и покурил три раза. Ну, такое ощущение, что я сюда пришел на два часа раньше тебя. Ладно, не будем угорать. Пойдем мы посмотрим, сколько нам работы еще предстоит. Я, наверное, Санек, давай сделаем так. Пока ты там арбайтанешь, я тут начну грунтоваться. Тебе устраивает такой вариант? Молчить, значит, согласен. Так, у меня здесь вот это грунтуем. Оно все обезжиренно, сейчас обдуем. Ребята тут еще попросили, говорит, чтобы мы жопами не толкались. И пистолет три раза не мыть. Вот здесь подгрунтовать. И тут бампер кусочками. Ну, не тяжело, грубо говоря, помочь по пути. Поэтому делаем следующее. Мы сейчас ищем. Вот оно. Обдувочник. Где-то там обдувочник. Санек, давай ты реально, пока будешь заклеиваться, я буду там начинать грунтоваться. Ты как раз позаворачиваешь пока все дырки. Я там закроюсь. И мы сюда зайдем вместе, чтобы я поснимал и так далее. Знаете, кстати, сколько мы наждаком ввалили? Вот это целый, сейчас. Вот это целый, а вот это все на машину ушло. Вот это все. Там еще, кстати, в мусорке прямой наждак лежит. Хреново гора. Вот это вот все можно было заменить. Ну, ладно, чтобы не обмануть никого. Ну, сейчас еще одну возьму. Вот таким количеством тремы и фестула, ну или меркой, допустим, да? Вот вместе взятым. Вместо вот такого количества. Краилова, как ты там говоришь, ведет, Квападалова. Вот. Ну, мы пошли работать. Денег нет, но выдержитесь. Так, что у нас имеется? У нас где-то тут сказали, а тут уже нихрена нет. Короче, грунт по пластику еще надо найти. Потому что пластика много открытого. Тут все надо загрунтовать гизиоником. А потом, опять та же схема. Вот этот вот грунт. Опять к одному. И вперед. Знаете, прикол. Ну, а то, что я взял, думал, что вот у грунта по пластику там стоит. Нет. То уже закончившийся баллон просто грунта. Грунта бы для пластика вообще нет. Облазил все, что я мог облазить. Грунта для пластика нет. Нет слова вообще совсем. Вот прям никак. Это значит, что делать мы будем, грубо говоря, то, что у нас есть. А у нас есть только акриловый грунт, наполнитель. Ну, что, будь что будет. Чистим де Вилбисом. Попробуем, как он. Ох, а он бодряковый. Ой, красота. О, де Вилбис, старичок. Так, там, где у меня переход на лакокрасочное, я не особо мокро. Так, чуть, чуть слегонца, но и не пылью. Бупо отваливается. Чтобы не порвало, самое главное, у меня тут выглядит. А там, где пластик, можно поднагонить. Да, хреново это, конечно, что без адгезионника. Мы-то свою работу сделаем с цельком. Оно-то у нас держаться будет. Просто как оно потом будет держаться, это вопрос. То есть тут уже можно смело говорить, что на пластик гарантии нет вообще никакой. Ну, давайте глянем, что тут у нас происходит. Так, все сохнет. Нормально все. Бамперок завалил. Тоже вроде все нормально. Муха утонула. Ну, так тебе иногда муха. Видно вот там, где от наждака такая что-то крупненькое осталось, она вот поднимается. Но бампер будет в три слоя лица, поэтому это будет с чего хоть вычислить. Тут Сереги чуть подлил, подпушикал. Все нормально. Здесь тоже все хорошо. Но зеркала японские, сука, как обычно, с приколом. Вот вам добрый вечер. Это означает... Это там, где протиры были до базы. И вон оно, как работает. Как оно все прекрасно работает, да, ребят? Это означает, что будем вот так вот, до пластика их снимать. А снимать мы будем сейчас возьму штуковину, веселую. Саня, тут все лучается. Какая? Да что ты говоришь, а дырки в багажнике. А дырки в багажнике. А часть морды, стекло. Давай, я пока там буду гнутаться, чтобы я потом чисто к тебе пришел. Такой-то. Ой, давай. Берем алмест и вата. Там 47-ой растворитель и делаем вот так. Оно сейчас все хорошо среагирует. Все, поосмывается. Их потом, само собой, надо будет под скотч брайтить. И мокрый по-мокрому оттыгачить. Ответ сразу на вопрос, как предостеречься и все остальное. Да, можно было сделать тест на растворитель. Только так можно было предостеречься и сразу увидеть, что будет жопа. И вообще просто не грунтовать их, а сразу поснимать. То есть их можно грунтовать, получается, с ними работать. Только полностью чистый пластик. Полностью заоскорженые, какие-то коробки-то. Либо же водной базы. То есть мы перетерлись. Ну, так вот, там, где были прошлифовки какие-то. Водная база и работаем. Водная база, очень страшно. Во! Ну, вот это другое дело. Давай. Короче, надо их будет поснимать. Пусть лежат, губырятся, их будут периодически проходить, проливать. Пусть они слазят. Хареного нет. Ну, да не все так страшно. Это ж не покраска. Тем более, еще время есть. У нас только второй день в работе машины. А мы уже ее грунтуем. Ну, что значит, работать вдвоем в такой нормально слаженной обстановке. Ну, куда ты полез, маленький БТР, а? Ну, что тебе тут надо делать? Так, ну, процедура далее. Тут накладываем еще два слоя. Там еще два слоя. Тут еще один слой. А это все просто смываем. Попытались мы там провести стрим на канале. Ничего не получилось, потому что связь говно. Поэтому доснимем видео. А вообще, кто подписан с колокольчиками об упоминаниях, мог посмотреть стрим. Вот частично там попытался подвечать на вопросы. Там Саня сейчас грунтуется. Мы тут ходили мух, с ним сшибали. Потому что мухи, бляхи, они мешают работе. Зеркала, которые порвало, я помыл шестисоткой с водой. И Саня их уже перегрунтовал. Он тут благополучно наваливает, ходит грунт. Нам опять благополучно мешают мухи, налетевшие сюда. Сань, наливай его смелее. Ты видишь, сухарел. Но тут хорошо, тут сухарь. Нет, вот. Вот хорошо, да. Ладно, все. Все, хорошо, не мешаем специалистам. Я вот с кусочком скотчбрайта пройду, подшибаю мух. Ну, Саня тут уже прошел, подшибал, в принципе. Они такие, знаете, понатыкались сразу, повпивались. Потому что я стоял там за дверью и пытался стримить. Вот, все как бы оклеено, как бы по максимуму нормально. Это первый слой лежит. Тут уже второй слой ложится. Борта будут в двух слоях, крылья будут в трех слоях. Потому что крылья шпатлеванные. Ну, там, где шпатлев... Да, там, где нужно, будут три слоя. А так, ну, по бортам два слоя, чтобы было что вытирать. На что, точнее, можно было опереться, вытираясь. А все остальное в три и будет гуд. Что-то я уже, походу, поднадышался. Иди отсюда в духа. По факту траты времени. Вот у нас сегодня второй день. Но по факту работы... Ну, если в общем суммарно по работе, мы уже даже переработали две смены. Потому что мы сегодня, допустим, работали вообще с девяти утра. И сейчас уже полодиннадцатого вечера. А мы до сих пор работаем. Потому что мы хотим работать. И вот получается, что вдвоем вообще не напрягаясь никак, ни капельки. В нормальном темпе. Да, в нормальном среднем темпе. Причем с плохим наждаком. А это замедляет процесс работы процентов, наверное, на 30 по времени. Потому что он не работает просто, этот наждак. Вот спокойно. Так это с перекурами, с чайпитиями, со стримом и со всем остальным. Вот. Все уже загрунтовано. Завтра у меня по плану прокрашивать проемы. Крышку капота изнутри. Вот этот проем продуть, потому что он конченый. Там ржавчина, а тут стык крыла, крыло пристыкованное полез. Вот здесь там куски повылазили. Ну, подготовка была предыдущая плохая. Вот это прокрасить. И уже завтра воскресенье, получается, я открашусь. Оно подсохнет. И уже завтра начинать перетирать то, что грунтовалось сегодня и вчера. То есть капот, бамперы и потихонечку, потихонечку. А, а Саня пока я буду красить здесь. Саня перемоет пластик. Там ракушечки, ручки и будет уже открашиваться. Поэтому такой, знаете, безостановочный процесс. Вот сегодня второй день грунтуемся. Третий день уже начинаем краситься. Четвертый день мы ее полностью докрашиваем. И она уходит арматурщиком на сборку. То есть такой беспрерывный процесс. Нормально все получается. Причем это без потери качества. То есть мы ничего нигде не пропустили. Мы все обработали. Я Мерседеса в Германии полняка залупашил за три дня. Но там я напрягался, конечно. Потому что я был один. Плюсом ко всему там еще я рихтовал дверь. Вот там было как бы тяжеловато. Тут все гораздо попроще. Ну мухи это капец. Это вот это не есть хорошо. Ну никуда их не денешь. Ну пройдемся посмотрим на наш зоопарк. Ну да, зеркала, кстати, то, что не получилось два часа назад, получилось сейчас. Зоопарк у нас тут хороший вообще. Тут зверинец такой снимать. Вот это вообще отмочило просто кадр. Да, помирал так красиво. Помирать так помирать. В общем, в целом все неплохо. Как бы неплохо. И шагер у грунта вроде не крупный. И трется мы уже на капоте попробовали нормально он. Ну вот все-таки, знаете, я, допустим, этот грунт уже перерос. Сане он тоже не фонтан как понравился. Сейчас покажу почему. А так бы неплохо. Он требует 30% разбавления в себя, чтобы нормально наносился и растекался. И чтобы нормальные животные тонули вот эти. Но там, где надо было нагрузить, Саня нагрузил на втором слое и третьем потом добавил. И вот что произошло. Офигенно прочертился контур протира. Это не шпатлевка. Шпатлевка вот здесь. Это протир по базе там. И он себя оконтурил и начал даже кое-какую морщину гнать. Это уйдет. Оно высохнет, чуть поправится. Но здесь придется завтра перегрунтовать. Перегрунтовать, когда я буду красить проемы. Поэтому такое. То есть грунт нетерпим, как бы толщине слоя. Поэтому грунт дешевый. За счет цены плюс. За счет вот этого вот косяка минус. В общем и в целом такое. Плюс-минус. Своих денег он стоит, но надеяться на скорость работы и качество нельзя. То есть грузить его нельзя. Сука, сохнет очень быстро. Все такие большие объемы на нем делать. Шагренька нормально, да. Я это помню. То есть единичный элемент нечеток. Вот такой объем валить за раз неудобно. Нагружать его нельзя. Надо у него много разбавителя наливать. А то вам решайте сами. Сколько он сейчас стоит, я не знаю. Но вообще он недорогой. Ну, грубо говоря, 10 евро. Да, где-то порядка 10 евро он-то. Ну, 12. Смотря кто, сколько накручивает на рынке. Это такие моменты. Ну, скажем прямо. Ну, не алло. Такое-то. Вот-вот-вот такое, короче. Но мы на машину сегодня, на вот это вот и вот там вот бампера, что я делал с порогом, увалили почти две с половиной банки. С 30. Да. Нет, капот это в других банках, не отсюда. Нет. То есть в общем 3 банки. В общем. На круг 3 банки. Да, краски 3 банки это нормально, а грунтовая это дохуенно. Нет, я тебе скажу другое. Нормального, хорошего, то сосудового грунтового, чтобы меньше. И меньше разбавителя. Так ты посчитай, это 3 банки, это по литру. Сейчас 3 литра, плюс к ним еще литр, это 4 литра. Вывалили на этот объем. Сколько нужно базу? Давай сейчас не в базу не ходить. Ладно, серебра мне 2 банок хватит. Ну. Хорошего. А красного 4 не хватит. Так это грунт, а не базу. Давай, не задерживай. Все. И это отключилось. Короче, на этом все. У меня уже и камера выключилась. Завтра будем работать. Всем пока. Продолжение следует.